Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии. Мария Шматкова приближается к самый долгожданный, наверное, для всех девушек праздник 8 марта. А это значит весна, пора, красоты, молодости, пробуждения. И сегодня мы это все сделаем вместе с Еленой Федотовой, тренером по фейс-фитнесу. Здравствуй, Лена! Маша, здравствуй! Рада видеть тебя в нашей студии. Весна наступила, ну, хотя, конечно, с нашей зимой, сложно сказать, была ли зима, но весна наступила, это точно. А это значит, что пора пробуждаться, пора преображаться, конечно же, молодеть, становиться все более прекрасными. Давай сегодня это сделаем. Ой, с удовольствием. И раскроем несколько секретов, несколько техник из фейс-фитнеса, как буквально за считанные дни пробудить себя от зимней спячки. Расскажу сегодня как раз несколько таких приемов для того, чтобы после зимы выглядеть свежее, вот, и чтобы к 8 марта получить дополнительных комплиментов, особенно от тех, кто вас давно не видел. Я, как всегда, говорю, что независимо от того, сколько у вас денег, свободного времени и так далее, какое бы ни было разглаженное лицо, вас воспринимают все время, нас, да, женщин и мужчин тоже, воспринимают все время образно. То есть, как вы выглядите со стороны, поэтому лицо, оно не взрослеет отдельно от тела. И постепенно плечи со временем, они поднимаются наверх, а по передней поверхности у нас все сваливается вниз. Извините, уж так ненаблюдение, да, это же правда. Поэтому независимо от того, кто сейчас в каком состоянии находится, значит, мы выпрямляемся для того, чтобы подтянуть овал лица. Да, да, поэтому вы будете выглядеть привлекательнее уже 8 марта, и вам будут говорить комплименты просто за счет того, что у вас будет красивая осанка. А какие у меня есть приемы, чтобы держать спину ровно и не сваливаться? Конечно, надо делать упражнения на раскрытие грудного отдела, но мне тут еще подмогает такая визуализация. То есть, если я сижу ровно, я представляю, что вот здесь меня что-то тянет наверх. Либо у меня голова как воздушный шарик, или наверху есть такой крючок, за который, знаешь, случайно зацепился волосами, так бывает, как раз зацепился, и тебя удерживает. И вот эти мыслеобразы, они позволяют держать голову ровно, а плечи в этот момент надо опускать вниз. Представьте, что у вас висит жакет на плечиках в гардеробе, и немного съехало. Что вы делаете? Вы поправляете. Здесь то же самое. Когда садимся, делаем такой, знаешь, круг плечами назад. Сделай, пожалуйста. Вот, к себе не прижимай. И представь, что ты зацепилась макушкой за потолок. Представила. Вот, все, так сидим. Минус 5 лет сразу, это точно. Казалось бы, одно упражнение, уже минус 5 лет. Лен, почему осанка так важна? Именно для красоты лица. Ой, это моя любимая тема. Дело в том, что от изменения положения тела, как я говорю, меняется расположение ткани на лице. То есть лицо, оно не существует отдельно от тела. И при сутулом положении, во-первых, ухудшается вот так вот. Кровообращение, лимфоток, ухудшается цвет лица, становится более рыхлой такой кожа, когда, знаешь, отечность такая начинает накапливаться. Иногда лицо становится плоским. Низкое положение щек, тяжелые веки. Это все основы этого осанка. То есть все, мы выпрямились, избавились от всех проблем. Что дальше? Это ведь не все. На первом этапе этого достаточно. Мы проснулись, мы выпрямились, потянулись, стремимся вверх. Что дальше? Плечи вниз. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это про выражение лица. Ты знаешь, я когда писала свою книгу, спрашивала мужчин, что их привлекает в женщинах, вот что отталкивает. Конечно, они говорили, что первым делом они привлекаются на нашу внешность, а потом уже там внутренние качества и так далее. И многие, знаешь, о чем сказали? О том, что иногда у женщин такое выражение лица, и к ней, говорит, не хочется подходить. Такое ощущение, что у нее уже есть претензия к тебе. И я когда стала наблюдать вокруг, действительно, когда мы себя не видим из зеркала, когда мы в телефонах, например, или заняты своими мыслями. Потому что у женщин, на самом деле, очень много ответственности и на плечах, и вообще по жизни есть такое. Они более ответственны. И, конечно, это формирует и определенный рисунок на лице. Потому что мимические мышцы, они напрямую связаны с мозгом. И все, вот ты думаешь о том, что так, с утра проснулась, мне надо это, это сделать, туда поехать, тому позвонить и так далее. И у тебя это уже написано на лице. И ты когда едешь даже в транспорте, может быть, он бы хотел подойти, но увидит, что ты очень сосредоточенная. Поэтому будем сейчас снимать эту сосредоточенность лица при помощи упражнений с колпачком. Будем делать такие красивые чувственные губы. Я принесла тебе и себе. Держи тебе под цвет платья, мне под цвет жакета. Что мы делаем, девчонки? Смотрите, здесь у нас находится круговая мышца рта. Вообще ни за что не держится, это в нее вплетаются мышцы в нижней трети лица. За счет этого лицо подвижное. Но, как я говорила, любая сосредоточенность, он сразу раз так, и плотно рот закрывает в кулак. И мы этого почему не замечаем? Когда мы видим свое отражение в зеркале, это называется эффект витрины. Что делает женщина, когда видит себя в зеркале? Ну, как она сразу расправляется, улыбается, выправляется волосом. И ты правильно сказала. Нравится себе, ну, либо не нравится. Она улыбается своему отражению, да? То есть она начинает менять выражение лица. Я улыбаюсь. Мне кажется, ты тоже. Вот не знаю, на счет остальных телезрителей, но надеюсь, что они делают это регулярно. И давайте вот в те моменты, когда мы не видим себя в зеркале, но чтобы был вот этот эффект витрины, что вы поправляете свое лицо, нужно перепрошить эту мышечную память. Потому что со временем получается такое, что ты привыкла так плотно держать рот, и уже такое сосредоточенное выражение писать. Кстати, от этого уменьшается объем в губах. Берем с вами колпачок вот такого размера. Это может быть крышечка, не знаю, от капель, крышечка от тоника. Самое главное, чтобы был не очень большой диаметр. Берем, размещаем между губами. И, в принципе, ничего не делаем. Самое главное, не удерживать губами вот так вот пробку. Иначе это возникнут, наоборот, дополнительные линии вокруг рота. Они нам не нужны. Размещаем. И вот так хвапаем вокруг. Снимаем на выражение. Когда вы используете такой колпачок, у вас меняется мышечная память. Во-первых, расслабляются губы, уходит напряжение. После там буквально 30 секунд вы убираете колпачок. Какое ощущение сейчас у тебя в губах, кстати? У меня легкости. Легкости, да. То есть у вас нет желания такого раз и захлопнуть снова этот рот. Губы выглядят чувственными. И начинает постепенно меняться выражение лица. И, кстати, вот эта улыбка, да, линии марионетки, когда вниз смотрят, это тоже от напряжения небольшого в уголках рта и опять от сутулы осанки. Поэтому вот смотрите, две вещи мы с вами поправили и уже можем рассчитывать на комплименты 8 марта и на подарки. Мы движемся к успеху. Да, да, да. Мы сделаем, кстати, сегодня еще, знаешь, что блестящие глаза, после которых мужчины точно будут дарить подарки. Отечественные губы, блестящие глаза, прекрасная осанка и, в общем-то, 100% успеха. Итак, идем дальше. Кстати, по поводу улыбки. Я заметила, что часто женщины стараются меньше улыбаться, потому что, когда улыбаешься, появляются гусиные лапки вокруг глаз. И начинают улыбаться или закрытыми губами, или вот, ну, как-то вот меньше, действительно контролируют мимику. Есть такое, знаешь, как сдерживают. И я рекомендую вообще отказаться от этой привычки, потому что от нее, знаешь, что происходит? Наоборот, уголки рта начинают тянуться вниз, потому что так вы задействовали широкие скуловые мышцы во время улыбки. А тут у вас мимика перераспределяется, и они такие, о, наше время пришло. И начинают двигаться. А это мышцы, например, это на самом деле мышцы депрессора. И потом запечатывается такая улыбка. И ты сидишь, вот бывает такое, что с утра проснулся, вроде все в порядке, а внутри тебя что-то тревожит. Это как раз вот эти запечатанные маски, которые придут сигнал в мозг, что-то случилось, что-то случилось. Поэтому показываю вам упражнение, чтобы уголки рта туда вниз не смотрели. Были меньше носогубные складки. И у вас лицо, знаете, как вот само вот так вот улыбалось, даже когда вы себя не видите в зеркале. Улыбку, ты знаешь. Да. Маша, молодец, он занимается. Я помню. И занимаюсь. Так, и рисуем широкую такую улыбку на лице мягкими движениями от уголков рта наверх. Еле прикасаясь к себе. Можно так наносить крем. Я еще, знаешь, как делаю? Я делаю это мысленно. Например, идет прохожий какой-то хмурый мне навстречу, сутулый. Значит, я выпрямляюсь. И мысленно себе два-три раза так улыбку солнца нарисую, потому что я думаю, вдруг я тоже такая иду. Я же себя не вижу. А что, вот в этом, кстати, вся прелесть, что ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом в следующий раз, когда ты идешь и увидел себя в отражении витрин, тебе даже ничего не надо поправлять. Осанка. Губы. Улыбка солнцу. Улыбка солнцу. Ну что, давай глаза. Зеркало души. Так, приведем в порядок после зимней спячки. Пробудимся, распахнемся навстречу солнцу весне. Так прекрасно на улице становится. Да, кстати, заметила солнце, хочется гулять. Это прям совсем другое настроение. Как ты говоришь, вроде бы зимы не было, да, а вот все равно чувствуется, что это весна пришла. Да, солнце светит иначе. Да, это точно. Так, ну что, поработаем с глазами. С состоянием век. Ну, в топ-10 проблем с лицом входит веки, это всегда номер один, верхнее состояние верхнего века, круги под глазами и так далее. Ну, что я хочу сказать, круги, синяки под глазами, они, ой, девочки, по-разному бывают. Мало вчера плохо поспал, перенервничал, не то на ночь сел, да просто устал. И сразу они, соответственно, выдают. Но в состоянии с этим тоже можно работать. Но я сейчас хочу рассказать именно, как приподнять зону верхнего века. Это очень простое упражнение, но невероятно эффективное. Сейчас рекомендую всем даже взять зеркало, подойти к нему и сделать правильно. Значит, самое главное расслабить пальчики, потому что пальцы в сильный хватательный рефлекс. Все, когда я говорю, сейчас будем делать веки, начинают сильно их делать. Чем нежнее, тем лучше. Это же лицо. Это лицо, да. И вот смотрите, сейчас пальчики просто потрогайте здесь вот под бровями, да, выступающая часть глазничной кости. Это основание лобной кости. Чувствуете? И теперь мы будем делать упражнение. В принципе, то же самое, что мы сейчас делаем. Прикладываем пальцы в одной точке. Делаем мягкие надавливающие движения. В одной точке. Два. Три. Четыре. Пять. Машка, это молодец. То есть, кожу мы не смещаем, не создаем никаких складочек. Дальше передвигаем пальчики. Еще нажимаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Еще дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И кончик еще. Кстати, даже вот по тебе сейчас видно, что приподнимается линия бровей. Это мы сделали один раз. Вы можете повторить два-три раза. И я думаю, вы увидите в зеркале, как брови будут постепенно приподниматься, приподниматься наверх. Кстати, на эту зону можно еще приклеивать тейпы. Но мы с тобой как-нибудь специально сядем, затейпируем лицо, и поймешь вообще какая-то палочка-вручалочка. Обязательно расскажем нашим телезрителям. Так, ну блестящие глаза. Обещала? Обещала, да. Иначе ничего не получится. Волшебство будет неполным. Да. Вот, кстати, ты правильно сказала, волшебство неполным. Потому что мы часто смотрим на себя в зеркале вот так, и мы хотим какие-то конкретные морщинки разгладить, еще что-то. А нас, я говорю, раз, видят полностью. То есть волшебство неполное. То есть у вас может быть лицо гладенькое, а положение вот такое, сразу какая-то ложь, да, есть. Вот, и то же самое. Вроде бы вся ладненькая, но напряжение в губах. Мы с вами сняли. Теперь про глаза. Этот прием я периодически даю на занятиях и говорю про то, что... Дело в том, что чем старше мы становимся, тем жизненный опыт, как ни крути, он отражается во взгляде. И какая бы ты в этот день не была вся такая... Фееричная, воздушная, да, накрученная, в платье накрашенная, взгляд будет выдавать. Особенно если вдруг были какие-то ситуации неприятные, они все равно остаются. И есть замечательное упражнение. Оно рассчитано на то, чтобы не западало глазное яблоко туда глубоко, глубоко посаженные глаза, чтобы они не были маленькими. Но мы решили, женщины, его использовать еще в своих целях. И, да, потому что оно дает потрясающий блеск. И после этого упражнения прям можно подходить запросто к мужу, смотреть на него. Вот вы будете выглядеть так, как будто вы выглядите, я не знаю, как в юношестве. Вот вы смотрели там влюбленными глазами. Он все бросит к вашим ногам. Да, и я давала такое задание девчонкам даже, они говорили, говорят, ну вот у меня нет мужчин. Я говорю, ну сходи. Я говорю, хочешь в отпуск? Она говорит, хочу. Я говорю, у тебя начальник мужчина, мужчина? Я говорю, значит, так, сделай это упражнение, иди подписывай. Они говорят, вообще сразу подписывать заявление на отпуск. Сейчас лайфхак. Да, да, да. Одна девушка мне написала, она говорит, мне... Или прибавки к зарплате. Кстати, такие случаи были. Вот это вот более прям такой весомый, да. Аргумент для того, чтобы начать заниматься фейс-фитнесом. Ну, если еще кто-то не замотивирован на 100%, как ты, Лен, то я думаю, что вот... Есть такое, кстати, про деньги, да. Есть, наверное, на чем задуматься. Ну, я об этом в книге написала. Там есть история одной девушки, которой... Я не рассказывала ее специально, чтобы не смешивали фейс-фитнес с деньгами, но там есть своемосвязь некоторая. Вот, ну ладно, блестящие глаза. И вот, кстати, один из бонзов про деньги заговорили. Одна девушка, она говорит, ты знаешь, мне, говорит, не на ком было проверить, как это работает на самом деле, хотя это просто упражнение на увлажнение глазного яблока, чтобы оно не западало. То есть оно упражнение из фейс-фитнеса. Но у него есть вот такой приятный побочный эффект. Я говорю, что ты сделала? Он говорит, я пошла в магазин, говорит, как раз ей надо было что-то купить. Он говорит, ну что, там был продавец. Я, значит, перед этим сделала это упражнение, подошла к нему. И говорит, он так, говорит, на меня прям залип. И говорит, сделала мне скидку 20% на этот товар. Так что, хотите верьте, хотите нет, вы просто сделайте сейчас это упражнение. А потом проверьте сами на своих примерах. Фауна, напишите нам. Действует или нет? В комментариях, да. Так, ну что, как работает это упражнение? Нам сейчас нужно закрыть глаза. Ничего видно не будет. Мы так все прикладываем. Пальчики к зоне век мягко приложили. И теперь представьте, что глазное яблоко вам нужно слегка втянуть в себя. Это микродвижение. А потом подать вперед. То есть глаза при этом закрыты. В себя. Вперед. В себя. Вперед. Можете, получается? В себя. В себя более ощутимый, чем вперед. Сильно стараться не надо. В себя. Вперед. В себя. Вперед. Сколько подходов? Вперед. Раз 10. И все. Открываем глаза. Это упражнение, оно называется улиточка. Да? Потому что это как... О, ты у тебя, посмотри, какие блестящие глаза. У тебя тоже. Ты видишь? Так что, девчонки, вам такие советы, как весной добавить себе немного красоты, бодрости. До праздника остаются прям считанные, считанные дни, минуты и часы. Все ждут заветных подарков. Это дело даже не только в подарках, а просто в знаке внимания. Просто даже комплимент в этот день, я думаю, сделает этот праздник незабываемым. Если до фейс-фитнеса мне часто говорили, у тебя что-то случилось, а я, ну, такая нахмуренная была обсуждение. Ну, не все время, потому что сосредоточенное, я же вам рассказала сейчас про это, что сосредоточенное лицо. Вот, что-то случилось или там, что-то такое серьезное. Переживаешь, да? Да, 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 да. Что происходит, чем-то помочь. Да, 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 какая-то задумчивая. То есть я часто то, когда я начала заниматься фейс-фитнесом, почему я говорю, наблюдайте, всегда наблюдайте, то я стала слышать, что ты говоришь, ой, ты что такая, ты какая-то довольная, ты что влюбилась, ты что из отпуска. Мне даже муж иногда говорит, мы идем с ним в понедельник, там, бежим на транспорт. Он говорит, ну, разве можно быть в понедельник такой довольной? Обычно после выходных все в понедельник не хотят, работаете. Он говорит, разве можно быть такой довольной? Когда уже супруг обратится в эту веру? Он пока так наблюдает со стороны. А мужчины вообще присоединяются к фейс-фитнесу, Лен? Присоединяются, Маша. Ты знаешь, я почему это говорю с таким восторгом, потому что я прям очень уважаю. Во-первых, их туда приводят женщины, потому что они видят, как меняются их жены, и они говорят, слушай, я тоже хочу, что ты так хорошей, я тоже хочу. Потом у мужчин, у них все-таки напряжение здесь вот в межбровке, вот, и, ну, такое тоже сосредоточенное выражение лица. Потом на курсе тоже. Многие приходят, говорят, хочу брать усталость лица, чтобы лицо не было таким уставшим. Все больше мужчин делают гимнастику, потому что это естественно лицо становится, остается натуральным вашим, тут нет никаких побочных эффектов, и наоборот настроение даже улучшается. За дорогостоящими процедурами в клинике, к специалистам, то есть все в твоих руках. Конечно, потому что когда эти процедуры, это что, это значит период, и потом восстанавливаешься, ты какое-то время на люди не показываешься, потом ты не знаешь, как точно, это всегда рулетка, к сожалению, это такая рулетка, и это только, ну, такая эстетика, да, дефекты убирает. А тут мы с вами работаем изнутри, восстанавливается работа мышц, улучшается кровообращение, лимфоток, то есть с этим только вы сами можете работать. Это как-то такая физкультура для лица. Лен, давай в завершении нашей программы еще раз повторим комплекс. Итак, держим осанку. Первая осанка. Осанка, плечи. Вот, молодец. Выросли к небу. Параллельно полу, да. Расслабляем губки, для этого периодически 30 секунд, минутку делаем поражение шкульпачком. Не забываем там легкие похлопывания. В момент, когда наносите крем утром на лицо, уже сразу прям так крем наносите. Третья улыбка солнца. И рисуйте улыбку солнцу. То же самое рисуете себе мысленно, когда видите хмурого прохожего. Я начинаю вам улыбаться в ответ, потому что вы в этот момент улыбаетесь. Прорабатываем зону верхнего века, такие мягкие надавливающие движения. И делаем поцелуй глазами. Закрываем глаза, мысленно представляем, как встягиваем глазное яблоко в себя. Потом попадаем вперед. Это такие микродвижения. Лена, спасибо за такой уникальный комплекс. Делай его. Сколько нужно тратить в день? Ты знаешь, если у тебя есть 2, 3, 5 минут, уже это будет хороший результат. Потому что эффективность в том, что ты это делаешь каждый день по чуть-чуть, это сила маленьких шагов. Потом через месяц ты можешь сравнить результат. Ладно, через 2, через 3 время будет идти вперед. Вы будете сами нравиться себе, это точно. Лена, спасибо, что сегодня была с нами. Спасибо, Маша. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.